Самая высокая женщина Украины. Из-за уникального роста 2 метра 13 сантиметров она не только не носит юбки и каблуки, но и едва влезает в мужскую одежду. Эти все маленькие. Это не мой размер. Маленькие. На мой размер разве такую обувь шьют? Некогда перспективная спортсменка, за которую боролись лучшие баскетбольные клубы страны, сегодня просит милостыню у церкви. Вы мне не поверите, но бывает, что 3 рубля за день просидит до самого вечера. Даже на буханку хлеба не хватает. Эксклюзив, говорит Украина, впервые на телевизионном шоу. Только на телеканале Украина самая высокая женщина страны. Она пришла к нам, чтобы рассказать свою трагическую историю. Она уверяет, что от нее отказались самые родные люди. Но если я увижу, что она исправляется, я ей, конечно, помогу. Но если она не пойдет на встречу ко мне, так и я к ней не пойду на встречу. Но сможет ли самая высокая женщина Украины кардинально изменить свою жизнь? Сможет ли она сделать это сегодня здесь, в студии ток-шоу «Говорит Украина»? Возможно, это перевоплощение произойдет на наших глазах. И сегодня здесь, в эту студию, возможно, выйдет человек, ради которого эта женщина хочет измениться. Итак, тема нашей сегодняшней программы – драма «Женщина-великана». Кара небесная или собственный выбор? Вы узнаете, почему уникальная украинка скатилась на дно, за что она попала за решетку и кто посадил ее на рюмку. Мы попытаемся помочь самой высокой женщине Украины и попытаемся узнать, каково вообще жить людям с нестандартной внешностью. Вот об этом говорит Украина, об этом сегодня не можем молчать мы. Здравствуйте, я Алексей Суханов. Знаете, обычно наш первый герой уже сидит здесь на диване, но сегодня мы решили сделать исключение с правил. И я прошу выйти нашу героиню. Прошу вас, Любовь. Здравствуйте. Слушайте, каково это быть самой высокой женщиной Украины? Не знаю, для меня это уже нормально. Я уже привыкла. Внимание на экран, друзья. Украина. Найвищая женщина Украины родилася звичайною дитиною, но уже в 14 лет была под 2 метра взрослого. Через постоянное глузование одноклассницы школярка Люба мечтала стать маленькой, как все. Когда уникальность девушки запрямотировал тренер из баскетбола, она понимала, что это ее шанс. Люба перестала соромиться своего нестандартного взрослого. На ней обратили внимание лучшие баскетбольные клубы страны. Из родного Чернігова уникальную украинку забрали до Киева, а потом Санкт-Петербурга, где она готувалася до выступов у профессийной команды. И уже когда, что до великого спорта рукою подать, Люба дістаёт травму, которая кардинально изменяет ее жизнь. Люба, что это была за травма? Ну, сломала руку, там, выбила кости. Делали у вас здесь операцию. А насколько была серьезная эта травма? Ну, для операции сделали. Опять спицу таких стояла, как вы думаете? О чем вы тогда думали? Какие чувства были у вас? Просто мне предлагали играть за Динамо Киева. Мне сказали, еще месяца два позанимайся, мы тебя в Динамо заберем. А потом... Все. Что потом все? Ну, как обрезало. Уже я играть так не смогла бы. Но вы пробовали? Пробовала. Ну, у меня уже все, ничего не получалось. Ну, объясните мне, почему в итоге будущая звезда сборной Советского Союза по баскетболу, вернувшись однажды домой, начала мести дворы? Конечно, брусселоспорт, работа как таковой не была. Мне чисто случайно моей маме предложили работу. Она уже на пенсии. Слушайте, а сколько вам тогда было лет? Двадцать три, где-то. Двадцать? Три. Двадцать три года. У меня ребенок на руках еще был. Слушайте, а вот что вы чувствовали все-таки, Люб, когда вместо баскетбольного мяча у вас оказалась метла? Не знаю. Не до этого было что-то чувствовать. У меня был ребенок на руках, мне как-то было не до этого. Это говорит Украина, друзья, здесь, на телеканале Украина. Впервые на телевизионном шоу, и только здесь, в нашей студии, говорит Украина, самая высокая женщина страны, Любовь Шила. Мы рассказываем вам драматическую историю жизни. Далее, друзья, вы узнаете, почему в такой сложный период от уникальной женщины отвернулись ее родные. В этой студию я приглашу человека, которого, любовозможно, обвиняет в своих бедах. Но кто на самом деле виноват в том, что самая высокая женщина страны скатилась на самое дно? Обязательно дождитесь, друзья. Люб, рано или поздно едва ли не все спортсмены получают травмы. Но ведь не все бросают спорт, и не все уходят в дворники. Метло я уже занялась, ну, именно дворником начала работать, когда уже сына родила. Вот. А бросила спорт, это мне было 16 лет. Вот. Ну, я просто не захотела еще. Ну, слушайте, 23, хорошо, 23 года. Почему дворник молодая, спортивная, сильная? Неужели все, что вы могли делать, это просто мести улицу? Ну, а кем бы я пошла с маленьким ребенком? Ну. А на кого бы я оставила? Ну, что все мамы с маленькими детьми идут в дворники? Ну, при чем тут это? Ну, а куда бы я пошла на работу? Тем более, что, извините, с моим ростом не очень-то меня и на работу хотят брать. А куда вы пытались устроиться? Ой, боже мой, куда только не пыталась. Ну, например? По специальности я швия. Швей вообще не берут. Вы же могли дома шить? Так некоторые делают. Нет, я понимаю, так это мне швейную машинку надо только ночную. Потому что у меня ноги не подвезут под машинку. Хорошо, нигде не берут. Слушайте, ну вот прошло 20 лет уже ведь прошло? Да. И что, вот вы до сих пор улицу метете? Нет, сейчас я нигде не могу устроиться на работу. Вообще не могу устроиться на работу. Нигде. А как на жизнь зарабатываете? Под монастырьом сижу. У церкви? В милостыне? Да. Внимание на экран, друзья. Да вы, она вообще человек неплохой. Простой такой, знаете, справедливый. Вот я ее знаю. А сейчас такая жизнь, у меня проблема у всех. Она уже устала ходить, придет, сядет, усидит. Благословляю, все, люди идут, но они ничего не дают. Вы мне не поверите, но бывает, что 3 рубля за день так вот просидишь до самого вечера. Даже на буханку хлеба не хватает. Просто не хватает. Ну а что делать? Я не знаю, я могу ошибаться, но мне кажется, что если человек стоит у церкви и просит милостыню, это все уже предел. Нет, ну почему? А что это? Ну вот вы сами подумайте, лучше пойти где-то украсть или лучше сесть спокойно попросить? Лучше пойти где-то поработать. Так поработать, я понимаю, да где поработать? Если работы я не могу найти. Драма «Женщина-великана», «Кара небесная» или «Собственный выбор» вот тема нашей сегодняшней программы. Итак, мы узнали, что самая высокая украинка Любовь Шила оставила перспективную карьеру баскетболистки из-за травмы. Наша героиня уверяет, что она не может найти работу и все это из-за роста. Даже на гуханку хлеба не хватает. Но что скажут ее близкие, когда появятся здесь? Встречайте, пожалуйста, брат самой высокой женщины Украины, Виктор. Прошу вас. Виктор, вы для себя понимаете, почему ваша сестра все-таки скатилась на самое дно? Наверное, я считаю, что каждый кузнец своего счастья. Она не захотела себе строить свое счастье. Понимание на экран, друзья. Виктор Сизый – рідный брат Любови Шило, найвищой женщины Украины. Старший от нее на 18 лет и ниже на 30 см. Когда Люба через травму пошла зі спорту и вернулася домой, Виктор все частейше заглядав у чарку. Компанія брата и его неблагополучных друзей стала для уникальної девочки порятунком от депрессии. Вы помните свою младшую сестру, когда Любовь вернулась домой с этой спортивной травмой, уже абсолютно в депрессии? Она действительно себя так плохо ощущала? Ну да, ощущала плохо, надо сказать. Что она вам говорила? Ну, что она говорила, что больше не хочу заниматься спортом, а куда мне податься? А вы что сказали? Что с ее возрастом самая лучшая карьера и будущее тренером станет, что учиться надо. Вот скажите, пожалуйста, это все дело на самом деле в травме или в росте? Потому что на самом деле Люба нам только что сказала, что ее вообще нигде не хотели брать на работу. Я считаю, что работу можно найти при любом возрасте. И такие работают, и такие. То есть вы хотите сказать, что дело совершенно не в росте, как Люба говорит? Я думаю, что не в росте. А в чем? Ну, может, нежелание, а может, не можно найти именно ту работу, что ей подходит. Это говорит Украина, друзья, здесь на телеканале Украина. Итак, сегодня мы обсуждаем большую трагедию большой женщины. В нашей студии появится человек, который в трагический момент для этой женщины великан стал для нее самым близким. Какие тайны он нам раскроет здесь, в этой студии, обязательно дождитесь, друзья. Слушайте, но вы вот же старший брат. Да. Вот странно получается, что теперь ваша младшая сестра ходит с протянутой рукой. Вам не обидно за сестру? Обидно и стыдно. Как вы думаете, почему так произошло все-таки? В чем все-таки, чья это главная вина? Это вина действительно Любы, как вы говорите, ее нежелание, или вы ее в тот момент не поддержали как-то? Я вам расскажу. Она жила вот тогда не со мной, а у меня своя семья. А если бы мама ее поставила условие, что иди работай, а не кормила, мама сильно ее любила и любит до сих пор. А так вы хотите сказать, что мама ее избаловала? Я считаю, что это от избалованности. Подождите, Люб. Значит, вот ваш старший брат сейчас говорит, сама виновата, мол, потому что нет желания, а желания нет, потому что мама избаловала, приехала и сразу на все готовенько, и никто от вас ничего не требовал. Прав брат ваш или нет? Да, было такое. То есть вас избаловали? Да, нет, ну почему избаловали? Просто, ну я же говорю, я в 16 лет бросила спорт. Я приехала домой, ну кто меня в 16 лет, во-первых, возьмет на работу. А во-вторых, да, я у мамы, конечно, на шее, но мама меня не обижала, я ничего не говорю. И сколько вы, как говорите, на шее были у мамы? До какого возраста? Долго. До какого возраста? Я уже не помню. Ну, до 30? Да, где-то так. Итак, сегодня вы узнаете, за что самая высокая женщина Украины попала за решетку. Возможно, эта история заставит вас по-другому посмотреть на историю нашей сегодняшней главной героини. Но для начала я на самом деле хочу выяснить, как родные поведели себя в тот момент. Сколько раз вы проведывали Любу в колонии? Ни разу. Почему? Письма писали, друг другу дают все, чтобы проведили. Ну, вы считаете, что этого достаточно? Я считаю, что достаточно. А, да? Да. Почему? Не знаю. А сколько вы писем написали? Четыре. Четыре? Четыре письма за полтора года? За два. За два. А кто-то приезжал к вам? Никто из родных не приезжал? Мы нашли архивные кадры, где наша сегодняшняя главная героиня отбывает свой срок. Внимание на экран. Тут, у Качанівськой колонии, уникальна украинка Любов Шило провела два роки. Через нестандартную зовнішність спочатку найвищої жінки України навіть боялися. Я таких мужчин не видела, если честно. А тут женщина, у нее грубоватый голос, то есть как бы, ну страшновато была. Та зовсім скоро в высоченному зросту засудженої знайшли застосування. Все как бы метр шестьдесят и она два метра. То есть видно ее сдалека. Может я то иногда и говорю, Люба, а ну-ка посмотри, кто там неправильно стоит. Она сдалека смотрит. Завдяки уникальному зросту в колонии Люба мала свои привилеи. Подвійна порція їжі, спеціальне подовжене ліжко і навіть звільнення від роботи за швейною машинкою, где в неї не вмещалися ноги. А ще саме в той час, коли Люба була за гратами, про неї дізналася вся країна. Унікальна украинка тільки те и робила, що роздавала интервью. Ну нельзя, ну ни минуты покоя. Я потом думаю, господи, бедные эти звезды, как же они, что они постоянно в этом центре. Люба, вы тогда стали хоть и печальной, но звездой. Вам передавали чужие люди свои посылки с продуктами. Да. Вам не было обидно, что чужі люди о вас заботятся, а родные нет? Честно говоря, было. Ну, я тоже їх могу понять. Может, ну как, тяжело було, я там не знаю. Ну, не знаю. А вы сожалеете, що не приїхали тогда к Любі? Не. Не сожалеете? Ну что же, я подключаю наших экспертов к разговору. Ну вот, что вы скажете, как вы полагаете, почему самая высокая женщина Украины так несчастна сейчас? Кто в этом виноват? Травма, спортивное ее нежелание, родные, безразличие родных? Или, может быть, наоборот, избалованность? И опять-таки, это вина той же мать. Друзья, пожалуйста, вы привыкли, Любочка, что... Вы знаете, есть определение, человек, который пытался. Вы пытались быть спортсменкой, вы пытались быть хорошей дочерью, это все у вас не получилось. Вы пытались на работу, да вы знаете, сколько стоит хорошая швея? Хорошая швея содержит семью, и дети на машинах ездят. У вас есть это ремесло в руках. Вам все обязаны. Вы обиженная, вы несчастная. Так, Владимир, вы разделяете мнение Лены, которая на самом деле обвиняет во всем Любу? Не во всем она виновата. До 30 лет кормили, с ребенком на руках. Но она тоже пыталась, а она хотела стать баскетболисткой. Значит, это вы не берете во внимание? Ну хорошо, не получилось. С 16 до 30 не выучится даже на педагога. Это реальная травма. Травма психологическая, травма физическая. И это, это, есть тот фактор, что уже как-то снисходительнее к ней надо относиться. Ну вот давайте все-таки к спортивному, к спортивной травме вернемся. Это тренер по баскетболу Надежда Колоскова у нас здесь в студии. Вот на самом деле хотелось бы в связи с этим у этого человека спросить. Могла ли на самом деле так травма повлиять на спортсмена, что вот так вот сломать это все? Некоторые люди адекватно оценивают полученную травму. То есть в свое время я уже, когда закончила заниматься баскетболом, я поняла, что в большом спорте у меня результата не будет. Соответственно, я начала думать об образовании. То есть я получила специальность, которая меня сейчас кормит, в которой я себя чувствую комфортно. И есть такое высказывание, ну это для меня кредо, да? Действия говорят о намерениях. Если я чего-то хочу, я в этом направлении двигаюсь. То есть вы хотите сказать, что Люба сама не захотела? Но она пыталась же. Люба, почему вы, зная, что у вас уже травма, знали, что вам тоже придется, я у тебя поддерживаю в этом плане, специальность нужна. Почему вы никуда не пошли учиться? Нет, ну швея это понятно. Я не пошла шить, пошла... Человек говорит о том, что ей хорошо быть дворником, таскать кирпичи, рубить дрова. В то время образование было бесплатно. Чисто женской профессии. Можно было выучиться. Можно было вообще выучиться. Бесплатно. Почему вы не пошли учиться? Люб. И родители, и родственники, почему не направили ее на учебу, чтобы была... На швею-то выучилась же. На швею-то выучилась. А вы же понимали, что у вас длинные ноги, у меня тоже длинные. Я когда училась в школе, нам нужно было пошить фартук в школе, ну вот кулинарный. Мне папа его строчил, потому что у меня ноги не залазили в швею. Ну слушайте, давайте теперь будем клевать Любу за то, что она, значит, пошла учиться, но выучилась на швею, а не, допустим, я не знаю, на еще кого-то. Ну так тоже же нельзя, ну милые мои. Почему не пошла учиться? Я выучилась. На кого? На швею. Почему на швею? Ну так же тоже нельзя. На повара, да? Нет. Нань, прошу. Я так думаю, что меня в эксперты пригласили, потому что я спортсмен, да? Я заняла 40 лет спортом. И мне просто, я могу тебе сказать, что у меня произошло то же самое, что с тобой. Я первый раз, перед тем, как участвую в чемпионате мира, у меня на горло упала штамп, да, 90 килограмм. Господи. Я вам не могу передать боль, которую я испытала. Три человека, мужика, меня страховали. Я ушла в другую комнату, посидела и поняла. Если я сейчас под штангу не лягу, я потеряю себя просто. Понимаете? Я... Чтобы пацаны этого не видели, я стал... Я говорю, пацаны, продолжаем тренировку. Оттренировалась, пришла домой, чуть не умерла там дома. Из-за отека горла. Но я полюбила штангу, я не стала ее бояться. Я стала первый раз чемпионкой мира после того, как штанга упала на горло. И опять эта... Судьба мне опять дает, знаете, опять пинка. Я говорю о том, что спорт закаляет. Я порвала плечо на две трети. Это я была инвалидом. Я чемпионка мира, самая сильная женщина ни с земли. Не могла поднять кружку. Я сказала, х**, я дам кому-то себя шить. Я пошла в зал и пустой рукой тренировала эту руку. И в результате, в восьмом году я стала первый раз абсолютной чемпионкой. В девятом году я получила травму. Год прошел. Я сделал несколько мировых рекордов. Мне что, кто-то спросил? Ребят, запомните одну истину. Как только вы поставите перед собой, и ты в том числе, цель. И обратите внимание, вы не на ее, то не усомнитесь в том, что вы ее добьетесь. Будет стопроцентная уверенность. Как я пришла к тренеру и сказала, я хочу быть чемпионкой мира. Вот такая дура. И я через полтора года стала, потому что у меня не было ни грани сомнения. Ни грани, что это сделано. Драма «Женщины и великана». Кара небесная или собственный выбор. Вот тема нашей сегодняшней программы. В нашей студии самая высокая женщина Украины. Это эксклюзив ток-шоу «Говорит Украина». Итак, мы узнали, что от уникальной украинки в трудный момент отказались ее родные. И опять эта, х**, судьба меня опять дает НК. Но ее родной брат и наши эксперты считают, что любовь сама виновата в том, что она скатилась на дно. Да 30 лет кормили с ребенком на руках. А как бедно и стыдно. Сегодня вы узнаете, кто на самом деле сломал жизнь уникальной украинки. Главной героиней нашей сегодняшней программы. Обязательно дождитесь. Значит, сейчас в нашу студию выйдет человек, который стал для Любы самым, пожалуй, близким человеком. Особенно в тот момент, когда от нее отвернулись все, в том числе и ее семья. Встречайте, пожалуйста, подруга самой высокой женщины страны, Светлана. Хорошо вас. Светлана, как вы думаете, кто все-таки виноват в том, что эта уникальная украинская женщина прозябает в нищете? Семья, которая, возможно, ее бросила? Или сама Люба в этом виновата? Ну, семья ее не поддерживает, я так считаю. Внимание на экран, друзья. С наивищей украинкой Любовью Шилом Светлана познайомилась тут, под церковью, где обидві жены стоят из протягнутой рукой. Життевая трагедия так сблизила подруг, что они не только милостыню просят вместе, а и живут под одним дахом. Все заработанное тут делят по ревну. Скажется, что ныне люди дают небагато. Поэтому подруги подумают, как бы перебраться в лучшее место, до церкви, что біля дома, и идти ближе, и заработки там, начебто, лучше. Светлана, так почему все-таки семья виновата? Почему вы так сказали? Потому что она в какое-то время жила по людям, по знакомым людям. Люба, правильно? Не знаю. Свящая, уходила зимой там, как это, не пустить человека зимой в дом. Так подождите, а почему по людям? Вас что, выгнали? По друзьям. Ну, просто. А кто выгнал-то? Да никто меня так конкретно не выгонял. Просто мне дали понять, что я там сейчас нежеланная. Ну, каким образом вам дали это понять? Ну, да. Ну, что, 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 что рассказала? Мама, когда я пришла, мама говорит, что, мол, типа, дочень, а, за Витю зовет, говорит, Витя, Витя, иди сюда. Витя пришел, а она ему говорит, вот Люба тут находится, мне тяжело дышать. Ну, я говорю, тяжело, так тяжело. Развернулась и ушла. Скажите, Витя, а почему мама так сказала, что ей тяжело дышать? Что Люба делала не так? Ну, я скажу не про то, почему я не могу точно сказать, почему дышать тяжело. Насчет поддержки. Все люди, понимаете, устают. Может быть, мы отстали от Любы. Но я же сказал, что в то время, когда мы устали, она была уже вполне взрослая, была ей за 30 лет. Ей предоставили квартиру. Я думаю, это не мало, отдельную квартиру, две комнаты. Только надо было устроиться на работу, работать. Но она не захотела. Она считала, допустим, так, что лучше квартиру сдать в наем, кто-то там под пекарню. Сдала, уничтожили квартиру. Теперь ни квартиру, Люба, ни эта. Как понять, уничтожили ее? Сгорела, что ли, она там? Ну, почти что. Сегодня вы увидите, как выглядит, собственно, эта квартира. Возможно, вы действительно будете шокированы. Это говорит Украина, друзья, здесь, на телеканале Украина. Сегодня мы обсуждаем драматическую историю уникальной украинки. Сейчас в нашей тайной комнате, за всем происходящим здесь в студии, наблюдает человек, которому очень важно, чтобы Любовь Шила нашла работу, чтобы она перестала просить милостыню, чтобы она действительно кардинально изменила свою жизнь. В эти минуты, когда мы сейчас здесь узнаем все новые и новые повороты этой истории, он там, в тайной комнате, принимает для себя решение, выходить ему сегодня в эту студию или нет. Я очень надеюсь, что, услышав то, что сегодня здесь будет произнесено, и от Любови в частности, все-таки повлияет на его решение, и он выйдет сюда, к нам, в студию. Обязательно дождитесь. Итак, что мешает Любе все-таки найти работу? Свет, скажите, пожалуйста. Не знаю, она оббегала все, но ничего, никто не хочет брать. Не знаю, что мешает. Ну, подождите, но... У нее же вон не было. Подождите, но правильно я понимаю, что вместо того, чтобы вы вместе искать какие-то новые варианты работы, выбираете лучшее место для попрошайничества, для собирания милостыни? Во-первых, в нашем Чернигове город небольшой, там очень тяжело устроиться. Я проработала много лет в кафе, сейчас все забито, все места. Я обошла все кафе. Я, например, для себя. Даже я не могу работать. Ну, просто мы знаем людей, которые находят решение в любых ситуациях. Мне нельзя больше пяти килограмм поднимать. А вы ищите оправдание. Понимаете? Все, что мы слышим, это потому что... У меня паковая грыжа зашита. На телефоне. Все, что вы говорите, вот то, что меня, не знаю, просто трогает очень сильно. Это ваше отношение к самой себе. Потому что, на самом деле, неприятности случаются в жизни у всех людей. Не бывает жизни без неприятностей. Ну, я о чем хочу сказать? Нужно понимать, что самооценка, она не зависит от роста. Она зависит от отношения к тебе, близких людей. То есть, с самого детства к вам относились таким образом, что сформировали в вас отношение к самой себе, как к ничего не стоящему человеку, который ничего не может, для которого закрыты двери, в связи с тем, что у вас такой рост. И это мне напоминает, знаете, такую поговорку, как говорят, великан, воспитанный лилипутами, будет продолжать вести лилипутскую жизнь, если не признает своего величия. Володь, но ведь, когда вы вышли из тюрьмы, вам ведь тоже было непросто найти работу и вообще как-то... Найти себя. Да, найти себя в этой жизни, в новой жизни. Ну, естественно, да не только мне, всем тяжело. Те, которые освобождаются и так далее, у кого там травмы, как у вас. Ну, наверное, просто жажда жизни. Наверное, я встал, посмотрел на себя в зеркало, да, одним утром, прекрасным утром, и решил для себя, что я хочу в этой жизни. То, что я хотел в этой жизни, сейчас я это имею. Тяжело было, но, я думаю, нету таких преград, которые бы не преодолел человек. Человек, человек это такое существо, я сам по себе хочу сказать, я убедился по своему опыту, что человек это самое высшее создание, и он управляет своей жизнью и жизнью этой планеты. И он действительно свободен и может поменять свой сценарий. То есть, возможно, Люба сегодня сможет переосмыслить. Если она это захочет, сама, чтобы она это сама захотела, и что, и реально, секундочку, и реально, вы сама, Люба, можете вернуть своего сына, свою семью, ну и свою жизнь нормальную. Да, Ань. Ребята, вот при вас всех. Я хочу ей помочь. Я когда сюда ехала на передачу, я могу. Каким образом? Я спортсмен, 40 лет начала спортивную деятельность. Люба, я тебе могу сказать, что я каждый день буду тебе давать спортивные задания. Приведи свое тело в порядок, иначе тебя действительно, вы говорили, спортклуб. Может она сама дома, вы знаете, наше законодательство. Тренировать людей, когда приведет себя в порядок. Я тебе это помогу. У меня куча видеоматериалов, которые тебе помогут быть тренером, скажем так, для людей 40-56 лет, противоосхондроза, ЛФК, она может вести, как спортсменка. Я могу тебе помочь, но это надо твое желание. Сколько вы ей не помогаете, сколько вы ей не даете, пока она сама это не захочет, она все равно ничего не делает. Конечно, естественно, Люба. Чтобы у тебя была достойная профессия, фитнес-инструктор получает очень хорошо. Хорошо. Колчок я могу дать, не проблема, я могу. Хорошо, вы согласны работать каждый день над этим. Постараюсь. Нет, подождите, что значит постараюсь. Подождите, Люба, извини, теперь вот я вас не понимаю. Вы пришли в эту студию и говорите, что я постараюсь. Вы пришли в эту студию с какой целью? Вы понимаете, просто я этим никогда не занималась. Вот, поэтому попробовать, конечно, можно. Если у меня получится, то, конечно, будем этим заниматься. Итак, наши эксперты готовы сегодня помочь Любови, но возьмет ли, примет ли она эту помощь и справится ли она с ней? Тема нашей сегодняшней программы, друзья, драма женщины-великана «Кара небесная» или «Собственный выбор». Большинство наших экспертов все-таки считает, что трагедия нашей уникальной украинки в том, что сама любовь сломалась в определенный момент и просто не захотела дальше работать над собой, жить по-новому и идти к новой цели, предварительно, конечно, определив эту цель. Но что скажете все вы, когда увидите то, в каких условиях сейчас вынуждена жить Люба? Внимание на экран. Что, заходите в гости. В обморок не падать. Вот так и живу. Ремонт делать, к сожалению, не зашел. На работу же не берут, я же говорю. А за что его делать? Я все в сухомятку ем, потому что ни на чем мне же готовить. У меня же ни света, ни газа, ни воды. Ничего нет. Не знаю. Что нам будет? Ну, что-то будет. В это, наверное, сложно поверить. Уникальная женщина, которая выросла в нормальной семье. Жизнь предоставила ей действительно очень много шансов. И вот тут так переворачивается все настолько резко, что она живет так, как вот мы только что видели. Как такое может быть, Наташа? Ну, вы понимаете, вот вы очень хорошо сказали, что она слабая. Но в чем же ее слабость? Ее слабость в том, что она не верит в себя. Она, в принципе, никогда не нужна была, как сильный человек. Скорее всего, знаете, как бывает белая овца или там белая ворона, знаете? То есть это когда такой козел отпущения в семье, который для того, чтобы другим всем было легче. То есть она не нужна сама себе. И такого человека, чтобы она изменила свою жизнь, таким людям необходимо, чтобы в них кто-то другой поверил. Понимаете? Таким людям необходимо, чтобы они стали кому-то нужны. Но так как они ведут такой образ жизни достаточно долго, они действительно в буквальном смысле в изоляции. Они никому не нужны. Чаще всего они нужны, ну, приблизительно такому же человеку, вот как вы. То есть вы даже похожи вместе, подруге. Скорее, подруге по несчастью. Не в том смысле. Это не та дружба, которая помогает расти. Но такое может произойти с каждым? Вы знаете, я хочу сказать, что в жизни с людьми происходят все время какие-то вещи. Жизнь – борьба. Просто кто-то борется, а кто-то не победитель, кто-то неудачник. И его прям готовят таким образом, чтобы он в своей жизни, вот заметьте, как ременал, она все время оправдывается. Она говорит, это потому что вот это, это потому что вот это, ем я сухомятку, потому что нету газа. А грязно так, потому что так было грязно и до меня. Мы все такое, да, я все понимаю. Прошу вас. Ну, если я здесь присутствую, а я врач-нарколог, главный врач Ченевского областного наркодиспансера, Люба меня журнала. Нет, 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 подождите, вы на мой вопрос. Все-таки действительно может такое с каждым произойти? Если на ваш вопрос, я скажу, да, может произойти. Но только из ваших уст пару раз прозвучало слово «алкоголь», и прозвучало, что вы похожи друг на друга. Ну, мы мягко, мы не имеем права говорить, даже я как врач не имею в аудитории этого говорить. Только с разрешения Любови Ивановны я тоже немножко могу добавить к ее жизни и причину всего этого, почему она такой стала. Так подождите, ни брат, ни Люба нам ничего ведь не сказали про алкоголь. Может быть, тогда вся причина в алкоголе, Люб? Почему? Я сейчас не пью. Но вы пили? Было. Сильно? Да. Люба, вы обманываете? Потому как от вас был перегар за студией? Нет, я просто пить хотела, так я бутылку пива взяла, потому что вода сильно дорогая, да, сильно дорогая здесь вода у вас. Но когда человек хочет пить, он пьет воду, а не пиво. Там сильно дорога, у меня столько денег просто не было. Так нет, вода, воду, воду человек пьет, когда хочет пить, а не пиво. Холодная, я хотела прямо с морозилки такую, ледяную. Я пошла в магазин, но там вода сильно дорогая, у меня столько денег не было. Как дорогая? Ну, дорогая. Вода дороже пива? Да. Виктор, ваша сестра сейчас пьет? Я же не пришел обсуждать ее тут. Ну, она пьет или нет? Вы не несете ли вы ответственность за алкоголизм Любы? Какую ответственность? Какую ответственность? Ну, я объясню. Смотрите, алкоголик, это сейчас считается не заболевание. Это такая игра, которая разыгрывается в семье. Там всегда не один человек. Там один пьет, а другой его подначивает. Другой его втягивает. А третий человек, например, понимая это все, дает деньги на это, понимаете? И там в буквальном смысле это поддержка. То есть человек-алкоголик, он оттуда и выскочить не может. Потому что рядом есть близкий, который его все время туда втягивает. И есть, например, мама, которая знает, на что деньги, но все равно продолжает давать. То есть это такая система. Но нужно понимать, что мотив алкоголизма это самобичевание людей. Слышите? Это говорит Украина здесь, друзья, на телеканале Украина. В нашей студии самая высокая украинка. Любовь шила ее история жизни. Оказалось еще глубже и трагичнее, чем мы могли вначале даже предположить. Вы, возможно, поразитесь, когда узнаете историю ее детей. Их судьбы не менее драматичны, чем судьба мамы. Обязательно дождитесь, друзья, здесь вскоре ток-шоу «Говорит Украина». Все это время в нашей тайной комнате находился человек, для которого очень важно, чтобы Люба изменилась. Чтобы она действительно начала новую жизнь. Чтобы она бросила пить. Чтобы она захотела стать другой. В начале программы этот человек не хотел выходить сюда, к нам, в студию. Но, возможно, по ходу этой программы он изменил свое мнение. Давайте же сейчас узнаем. Я хочу обратиться сейчас к этому человеку. Вот он на ваших экранах. Даниил, привет. Здравствуйте. Ты выйдешь сюда, к нам, в студию? Нет, я не выйду. Почему? Я не хочу. Внимание на экран, друзья. Данило. Син Люби Шило. Останні сім років хлопець провів у інтернаті. Туди його відправили через те, що мати пиячила і абсолютно не займалася ним. Спочатку хлопець дуже переживав, що його забрали від мами. Але потім звик. Есть много друзей. Новые люди. Много з ким з'язвимася. І тепер згадує роки, проведені в інтернаті, як найкраще в житті. Так, Даня, чому ви не хочете выйти сюди, к нам, в студию? Я не буду выходить. Це моя личня. Хорошо. Давайте так поговорим тогда. Через экран. Даня, скажіть мені, ви видите, що мама меніюється? Ні. А ви хочете, щоб вона змінилась? Ні. А що мешає, як ви думаєте, їй зміниться? Алкоголь. Вона все-таки часто випиває? Ну, не знаю, як часто, але випиває. Ви совсем маленьким попали в інтернат, де ви і росли. Вам було краще в інтернате, ніж с мамою? Ну, як би хуже. Там тоже неплохо, як би. Много друзей, учеба. А, ну, конечно, не хватало материнської ласки. А мама часто вас проведувала? Один раз. За скільки времени? За шість лет. За шість лет один раз? Да. Так а що ж, во-первых, деньги треба на дорогу, це во-первых. А во-вторых, що, извините мене, він кажді каникулы, почти кажді виходні приїжджав. Що ж буду туди мотатися? Подождіть, Люба, ви один раз проведували свого ребінка? А коли його тільки туди забрали. Он просто сильно скучав, я приїхала, я йому купила. А потім вообще забросили? Нет, я же говорю, сестра ездила, вони там на машине поехали, забрали его. Так почему сестра? Вы-то ездили? Чего я буду ездить туда, если его привозили сюда? Потому что вы мама. Так его домой привозили почти каждую неделю. Чего же я буду ездить туда на выходные? Это ток-шоу «Говорит Украина» на канале «Украина», друзья. Мы узнали весьма шокирующие вещи, но не спешите, пожалуйста, делать выводы о самой высокой женщине Украины. Ведь вы ещё не знаете, почему Любовь попала в тюрьму. Возможно, после этого вы измените своё мнение о нашей главной героине. Об этом сразу после рекламы, друзья. Обязательно, дождитесь. Итак, друзья, далее в нашей программе. Из-за кого Люба взялась за пистолет и попала в тюрьму? Забеспечена семья. Вообще, для меня это больная тема. Самая высокая украинка впервые узнает то, что от неё скрывали долгие годы. Я надеюсь, что она справится. Театральная лживость, она не имеет границ. Узнав всё это, захочет ли женщина начать жизнь буквально сначала. Это произойдёт на ваших глазах, друзья. Друзья, это ток-шоу «Говорит Украина». Здесь, на канале «Украина» у нас в студии самая высокая женщина Украины. Она могла быть звездой баскетбола, но так получилось в жизни, что она опустилась на самое другое. Впереди вас ждут не менее драматичные истории из жизни её детей. Также вы узнаете, зачем Люба украла младенца и из-за кого она взялась за пистолет. И самое главное, друзья, на ваших глазах здесь, в студии ток-шоу «Говорит Украина» произойдёт то, что может заставить нашу главную героиню изменить свою жизнь. Здесь, немедля, произойдёт ли это? Даниил. Да. Возвращаем вас к нашему разговору. Мы узнали, что за шесть лет вас мама проведала только один раз. Да, один раз. Наверняка вам было обидно? Ну, было обидно, но как бы потом я это забыл и не обращал внимания. Вы как бы сверились с этим? Да. Вы простили маму? Ну, да. А сейчас вы видитесь, ну, так скажем, довольно часто? Ну, да, часто. Ну, иногда бывает, что они видят себя неделю, но в основном так, в промежутках два-три дня. Скажите, а где вы живёте? Я живу у бабушки. Почему у бабушки? Ну, с кем и всё жить. Ну, почему не с мамой, к примеру? Ну, как бы я у бабушки прожил всю свою жизнь, ну, не всю, конечно, но я там как бы и в детстве жил. А хотели бы жить с мамой, если бы она изменилась, к примеру? Ну, да, конечно. Скажите, что всё-таки нужно сделать ей, чтобы вы вернулись? Вы уже сказали, что прежде всего ей нужно бросить пить. А что ещё? Почему она, как вы думаете, не может сейчас бросить пить? Пётр, вы нам сейчас всё скажете, да, как главный нарколог? Любозависимая, ты же разрешаешь мне сказать это, зависимая от психоактивного вещества алкоголя. Зависимая она уже давно, 15-17 лет, где-то лет, мы с ней знакомы. То есть, последние 17 лет Люба пьёт? Да. Люба пробовала лечиться? Да, она пробовала неоднократно, но Люба пришла ко мне на лечение, да, вернее, помогли прийти, когда уже была, ну, далеко за 6-я стадия зависимости, условно, так делят на 3 стадии, как былые времена делили, у неё уже была выраженная 2-я стадия зависимости, лечить было тяжело. И первые годы ремиссии были по полгода и по году, а потом с каждым годом они становились, к сожалению, короче и короче. И то, что Люба не договаривает здесь, вот, и так говорит на публику в минуту. Да что именно Люба, что вы не договариваете, Люб? Нет, дайте же я вам скажу. Так нет, подождите, что Люба не договаривает? Вот вы говорите, каким-то тоже полуэтими загадками. Что вы не договариваете, Люб? Нет, я могу сказать вам. Нет, ну скажите тогда, вы хоть намекните, о чём спросите-то. Ну, для болезни алкоголизма, для женского алкоголизма характерна театральная лживость. Люба хорошо играет на публику театральную, вот со мной сидит артистка, и то не могла вначале понять, в чём дело. Театральная лживость, она не имеет границ. Люба великолепно это играет, потому что в неё запущенная 2-я стадия алкоголизма, к сожалению. И пока мы не избавимся от алкоголизма, не сделаем хорошую длительную ремиссию, но это надо серьёзно отнестись к лечению, нужно лечиться, тогда всё будет хорошо, а остальное всё... Но Люба этого не хочет? Практически да. Не хочет. В настоящее время да. А Люба, вы признаёте, что вы зависимый человек, что вы зависимый от алкоголя человек? Зависимый? Нет, не скажу. Можно вопрос? Скажите честно, у вас в семье кто-то пил? Мама, папа, дедушки, бабушки? Честно, скажите. Ну брат, брат пил. Подождите, до брата. Брат это уже второе поколение. Скажите честно, родители пили? У меня отец не пьёт и не курит вообще. И не курил, и не пил. Так а с кого вы взяли пример? Господи. Хорошо, у меня отец пил и умил от рака, от того, что курил. Но это не значит, что я пью и курил. Сколько это вы пили? В 12 годах развёлся, в 6 год, значит, пил. Ну вот 6 лет пил. Но ведь вы сумели на самом деле закодироваться и избавиться от этого? Нет, я не кодировался. Я не кодировался, я просто посмотрел, что друзья старые пропали. Ну, в общем, знакомые как-то. То есть мозги стали на место? Не хочется, но и бросил. Сколько лет уже? 6. Да уже 6 год. А что, подождите, вот что вы сказали, что посмотрели по сторонам, друзья, значит, бросили, отстранились, ещё всё произошло. И вроде как это вам помогло на самом деле? Ну да, люди стали по-другому. Смотрю, что люди уже с усмешкой относятся. Да, всё, уже ничего не получится. И вам это не понравилось? Не понравилось. То есть вам тоже, на вас тоже, по сути, ставили крест, как на Любе сейчас? Да, они ставили, а поставили уже. Уже поставили. И вы сумели взять себя в руки и... Ну, я сказал, что в шутку говорю, буду пить один день в году 23 февраля. И так эти годы только и выпиваю 23 февраля. Слушайте, так может быть, и Любе тоже избрать такую дату, к примеру, только 8 марта, раз в году. Люб. На Новый год лучше. Не, ну смехом, конечно, но... Я не люблю 8 марта. Ну что сейчас нужно сделать вот действительно сестре, как вы считаете? Ну, я считаю, что захотеть ей только. Ей самой. Ну а что вот ей... Почему? Что ей мешает захотеть, как вы считаете? Я уже не знаю, я уже перебрал всё, что... Так может быть, насильно-то в клинику отвезти? А вот на самом деле, Пётр, а может быть, насильно? Нет. Насильно никто ничего не даст. Болезни насильно не лечатся. И вообще нет таких болезней, что можно насильно вылечить. А болезнь Любы, например, на подходе к третьей стадии заболевания. Слушайте, ну ведь это ведь проблема, на самом деле... И любое заболевание, чем раньше его начать лечить, тем больше эффект лечения. Люба к нам обратилась уже далеко зашедшая, второй стадии алкоголизма. Ну послушайте, ну ведь на самом деле таких семей в жизни достает, когда действительно там в семье среди родственников есть человек, который вроде как действительно откровенно зависим от алкоголя, но он не признаёт это. Но вроде как лечить надо, потому что родные видят, что человека теряют. Вот что делать в такой ситуации? Обращаться к профессионалам. Ну хорошо, вот вы сидите здесь, профессионал, и сидите, и говорите, теперь руки разводите. Я не развожу руки. А что конкретно надо делать? Мудрый сказал, хочешь сделать человека счастливым, оставь его в покое. Если Люба считает, что эта подруга единственная, это единственная радость в жизни, сидеть под церковью с вот такой рукой, молодая девка, красивая, высокая, бог не обделил ничем, 39 лет, в 39 лет вся жизнь впереди. Но если человек считает, что это потолок её чаяний, ради бога, пусть занимается тем, чем она хочет, в конце концов. Но мы даже здесь, может быть, не ради Любы, понимаете, всё это развили, а ради детей. Мне кажется, что первое, нужно найти цель, ради которой ты готов измениться. Вот если будет эта цель, она начнёт изменяться. То есть направляющая, направляющая, что найти работу, он, наверное, не может быть. Ну, если даже дети не цель. Вы знаете, какое самое великое и сладкое, вот лично для меня, когда мой сын с гордостью говорит, это моя мама. И я понимаю, что я в этой жизни сделала всё, чтобы ребёнок мной гордился. Мне страшно представить, что я не знаю, как можно сделать так, чтобы сын отказался от матери. Я в жизни Ивана не бросила никогда на чужих людей, на маму свою не оставляла. Гастроли, спектакли, съёмочные площадки. Ребёнок всегда был со мной. И теперь, когда мой взрослый сын берёт меня на руки и говорит, а это моя мама, я считаю, что я прожила... Не зря. Я счастлива. Что сделали вы, когда Бог даёт матери ребёнка? Мать, имея вот это вот чувство матери, делает всё, чтобы детёныш был накормлен, одет, обут, выучен, чтобы ребёнок был защищён. Что вы сделали? Леночка, простите, пожалуйста. Драма «Женщина-великана. Кары небесные» или «Собственный выбор» – вот тема нашей сегодняшней программы. В нашей студии уникальная женщина, самая высокая женщина страны. При росте 2 метра 13 сантиметров она имела все шансы стать звездой мирового баскетбола, но сегодня она просит милостыню у церкви. У неё не раз был шанс изменить свою жизнь, но, как считают наши эксперты, для того, чтобы измениться, Любе нужно всего-навсего, хотя, ну как всего-навсего, это очень большое делает, большая работа силы воли. Просто бросить пить. Сможет ли Любовь Феошила сегодня понять всё это и хотя бы сделать первый шаг, первый шаг к совершенно новой жизни ради своего 17-летнего сына или ради маленькой своей дочки, из-за которой когда-то она оказалась в тюрьме? Люб, ну что, пришло время рассказать, как вы попали за решётку. Возможно, эта история изменит, конечно, отношение к вам. Значит, Даниил не единственный ваш сын, ваш ребёнок. У вас есть ещё и дочка Настя. Сколько ей сейчас лет? Семь будет. Седьмой? В декабре 7 будет. Как у вас забрали её? Пришла этот, как они там, опекунский совет. Женщина, это мужчина. Забрали и унесли. Вообще, для меня это больная тема. Не хочу я на эту тему. Я потом, так, я так плохо сплю, я как подумаю, а то вообще, не, не хочу я за это говорить. Но ведь вы же взяли пистолет и пошли за ребёнком. Просто я ходила её в больницу проверить, а мне её в окно даже не показывали. Понимаете, но это очень важно. Люб, вы сегодня пришли сюда, ну, на откровенный разговор. Я говорю, это больная тема. Сильно больная тема. Так вся жизнь больная тема, на самом деле. Нет, это очень больная тема. Люб, ну, это обязательно нужно об этом сказать. Ну, я не могу рассказать, вот так вот всё, ну, вот так вот получилось. Хорошо, давайте так, вы позволите, я буду вам задавать вопросы, а вы будете просто отвечать. Итак, у вас забирают маленькую дочку, социальные службы, опекунский совет. Сколько тогда было малышке? 11 месяцев. 11 месяцев. Её увозят в больницу и не дают видеться. Да. Я просто попросила в окно показать. Она сказала, не положено. Ну, это женщина, которая принимала передачки. Памписы, бананы, яблоки носили. То есть вы носили дочери каждый день передачи? Да, передачки не принимают, а её не показывают. Восемь дней. Восемь дней. И в итоге вы понимаете, что вы не сможете вообще увидеть свою дочь? Да. А мне сказали, что её вроде бы через день должны были уже в детдом уйти. Я прошу, прошу, не показывают. Ну, меня вынудили? Да. Вы взяли пистолет? Да. И пошли в больницу? Да. И что там было? Ничего. Врача к стенке в физину мою поставила, забрала дочку и ушла. Угрожая пистолетом? Ну, да. Так это зажигалка была обычно. А, так это зажигалка? Это зажигалка была обычная. Это был не настоящий пистолет даже? Просто он большой, он 60 гривен зажигалка. А, пистолет-зажигалка. И вы забрали свою дочку и убежали? Ушла, спокойно ушла. Он так и простоял, говорят, полчаса ещё стоял. То есть получается, что и в тюрьму вы попали только из-за того, что пытались вернуть себе родную дочь? Получается так. Сколько лет вы не видели Настю? Ну, вот считайте, ей будет 7 декабря, а забрали в один с месяцем. Ну, почти 6 лет. Вы скучаете? Очень. Как вы думаете, как она сейчас живёт? Мне сказали, семья хорошая. Не обижают, жалеют. Любят как родную. Поэтому за неё я не переживаю. Я сначала хотела её найти, забрать. А потом мне там, ну, знакомые одни сказали, говорят, мол, не травмируй её. Ну, уже травму она получит хорошую. Ну, представь, говорит, девочка уже взрослая, привыкла, что есть вот мама и папа. А тут ты придёшь, здрасте, я твоя мама. Родная. Это психологически, короче, ребёнок, может, не выдержит. Я думаю, вы боитесь всё, что не очень свободны. Я решила так. Вырастет, захочет меня найти, найдёт. Всё, давайте закончим. Хочу ещё отплакать буду. А почему вы боитесь слёз? Ведь слёзы, мне кажется, это, мне кажется, что это состояние нормального живого человека. Состояние нормального человека за шесть лет хотя бы один раз приехать и увидеть дочь. Я думаю. Лена, я вас... Где увидеть? Где? Мне ни адреса не дали, ничего. Вы знаете, сколько уже оббегала инстанций? Сказали, у вас отобрали, там удочерили. Всё. Люба сейчас, пусть она на меня не обижается, но я говорю для аудитории, потому что аудитория тонкостей не улавляет медицинских. У Любы уже нет материнского инстинкта. Она соврала вам. И за ребёнка соврала. Люба, не сердитесь на меня. Я всё знаю. Это правда? Я вижу Любу каждый месяц. У вас уже нет материнского инстинкта? Я меняю, потому что у Любы заболевание. У неё уже выраженная, запущенная стадия заболевания. Она больной человек. У неё потерян материнский инстинкт. Понимаете? В общем, вопрос. Ужас в том, что это именно то, чего она хочет услышать. Это и есть её оправдание. Я больной человек. Ну что вы хотите от такого больного, как я? Один сын, до свидания не видела. И потеря материнского инстинкта для женщины, это последняя стадия доградания. Люба, скажите, а вы хотите увидеть дочь? Очень. Да? Ну, давайте сейчас обратим внимание на экран, друзья. Мы побывали в доме малютки, куда когда-то отправили вашу Настеньку. Вот примерно такого возраста, наверное. Да? В таком возрасте вы видели Настеньку в последний раз? Говорят, вас обвинили в том, что вы материнский инстинкт утратили. Что вы сейчас чувствуете в виде вот этих девочек, деточек? М? Хорошенькие такие, приятные. Махонькие. Это же ничейные, да, дети? Так что вы знаете о Насте-то? Ничего. Кто мне что скажет? Я спрашиваю много у кого, ну, таких людей, которые могут узнать. Они руками разводят. Слушайте, когда вы тогда, несколько лет назад, захотели забрать свою Настю из больницы, вы пошли на преступление. На что сейчас вы готовы пойти, чтобы действительно, ну, если не вернуть ее, то, по крайней мере, вернуть ее уважение к себе? Ну, наверное, готова на все. Например? Ну, например, стать нормальной. Нормальной стать. Ну, как... Каким образом? Ну, как, на работу устроиться. Если устроюсь где-нибудь, все-таки я надеюсь, я все-таки найду. Вы оставляете себе такое, значит, для отступления что-то. Понимаете? Я буду тренироваться, если получится. Я устроюсь на работу, если возьмут. А давайте я вам предложу первый шаг. Давайте. Вы можете сейчас на всю Украину признаться, что вы действительно алкозависимый человек? Не алкоголик, но выпить могу. Вы зависимый от алкоголя человек. Вы можете это признать? Может, сейчас, да. Даже так. То есть вы признаете, что вы зависимый от алкоголя человек? В данный момент, да. И вы что, готовы пройти курс лечения? Да, Михаилович. Ради дочери? Да. Вы сейчас опять играете или честно? Нет, почему? Завтра приду. Завтра приду. К десяти часам. Тема нашей программы. Драма «Женщина-велика» на кара небесная. Или собственный выбор. Самая высокая женщина Украины пришла к нам сегодня в студию для того, чтобы рассказать свою историю жизни, трагической жизни. Она могла быть звездой баскетбола, но сегодня вынуждена стоять у церкви с протянутой рукой. Потому что у нее запущенная вторая стадия алкоголизма. У нее могла быть счастливая семья, но двоих детей забрали в интернат. Из-за пьянок мамы. Для жены буханку хлеба не хватает. Ради кого? О, уникальная женщина, самая высокая украинка, готова переступить через себя. Итак, есть тайна усыновления. Именно поэтому, конечно же, вы не сможете, Люба, сегодня увидеть свою дочку. Но мы сделали все возможное и даже невозможное, чтобы вы хоть что-то узнали о своей Настеньке. Сейчас в этой студии появится человек, который лично общался с приемными родителями вашей Насти. И он знает все о вашей дочке. Хотите поговорить с ним? Да. Ну тогда встречайте, пожалуйста, первый заммэра Чернигова Николай Эмиргородский. Николай, расскажите, пожалуйста, Любе, как ее дочери живется в новой семье? Это полная семья. Оба его не работают, непогано заработают. Ну что можно сказать, что были проблемы с здоровьем у Насте на первых порах. Какие проблемы? Проблемы с тем, что она была слабенькая, коленькая. Ну, сначала, в начале. Это было связано с систематическим недоеданием. Но потом все это все восстановилось, здоровье восстановилось. Она сейчас себя почувает хорошо. А она единственный ребенок в этой семье? Да. У них не было деток, поэтому они все не вели. Насте никто ничего пока не говорит о том, об ее истории? Про это никто ничего не говорит. И, конечно, они очень просили, чтобы не торбовали их и дали возможность выховывать детей. Слушайте, а вот интересно, она высокая или так, или средняя? Или в маму все-таки пошла? Средняя. Средняя? Да. Слушайте, вы нам сказали, что до 18 лет вы не будете вообще трогать Настю. Не будете ее искать. Но потом вы хотите, чтобы она вас все-таки увидела? Потом, да. Совершенно другой женщиной? Ну, можно и даже до 16. Скажите, пожалуйста, а вот то, что сейчас вам рассказали о вашей дочке? Я довольна. Очень довольна. Именно к ней относятся хорошо. Понимаете, что ее никто не обижает. И сама умница. Что вы сделаете уже сегодня? Прямо вот сейчас? Домой поеду. Я, если честно, говорю, к маме хочу. Так, поедите домой. Дальше что? Приехали вы домой. Дальше что? Не знаю. Дома мама, дома сын будет. Мне что, там заняться нечем, что ли? Николай Миргородский сегодня приехал к нам не для того, чтобы рассказать о вашей Настеньке. Микола приехал к нам для того, чтобы, возможно, предложить вам варианты работы. Я готовлюсь это сделать завтра каждый день. Завтра на 8 часов до меня в мэри приходите, и мы занимаемся вашим працевлаштованием. Что я могу запропоновать? Можем запропоновать место охраны в спортивной школе, на Байдарках и Каноэ. Можем попросить Амросия, владыку, чтобы он вас принял в Елицкий монастырь. Можем запропоновать? Не, на охрану я пойду, потому что они же домой недалеко там. Вот удобно мне ходить. Значит, я просто хочу на самом деле, чтобы вы пообещали это не заместителю мэра, ни нам, ни своему там врачу-наркологу. Мне очень хочется, чтобы вы пообещали это своему сыну Даниилу. Знаете, я с ним поговорю об этом за кулисами. Нет, давайте сейчас ничего не буду. Обещанного, как говорится, три года ждут. Я просто говорю вам, что завтра в восемь я иду в мэрию, потом в десять иду к врачу. Слушайте, вы обещаете сейчас это на всю страну? Ну да. Даниилу, может быть, вы хотите что-то маме сказать? Вы дадите своей маме шанс? Да. Я надеюсь, что она исправится. Но вы поддержите ее, если что? Да. Ну, со своей стороны, мы же знаем, что у вас есть еще одна очень насущная проблема. Поэтому мы тоже тут как-то постарались вам помочь. Вынесите, пожалуйста, в студию. Значит, вот смотрите, сорок седьмой размер. Ваш? Вот есть, чем мы на работу ходить. Держите. Вот и мы сегодня предоставили Любови еще один шанс. Теперь это ее ход, ее выбор. Воспользоваться ли этим шансом? Ну, по крайней мере, она нам это пообещала. Посмотрим, сдержит ли она данное нам всем слово. Об этом говорит Украина. Об этом сегодня снова не смогли молчать. Мы спасибо, что вы с нами. Пока. Спасибо огромное всем.